Директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Станиславовна Лихачева впервые в Ульяновске. Повод посетить наш город стал форум «Архитектурное наследие Ульяновской области сохранения и изучения развития», который впервые проводится в нашем регионе. И не пожалела, что оказалась в городе, который называют родиной Ильича и дворянином на Волге. Елизавета Станиславовна, прошусь по городу, что у вас впечатлило? Во-первых, то, что я знала об Ульяновске, не соответствует действительности ни в какой степени. Наиболее традиционная точка зрения о современной архитектурной ситуации в Ульяновске, что в 70-е годы город был снесен, на его месте был построен Ленинский мемориал, и там какие-то сохранились кусочки неожиданные, чудесным образом уцелевшие. Это совершенно не так. Застройка Ульяновская целая, где-то, я полагаю, на треть дореволюционной. Конечно, он довольно сильно испоганен строительством 90-х годов, как и все наши города во всей стране. Но я, поскольку все это делалось очень из-за плохого качества, я думаю, что долго все это все равно не простоит. Это меня утешает. Значит, здесь есть, безусловно, два периода, о которых стоит говорить. Это модерн, в том числе и деревянный. И здесь есть модернизм. Абсолютный заповедник в идеальной практически сохранности, который тоже хотелось бы сохранить именно как памятник своей эпохи. Таким образом, Ульяновск – один из самых интересных архитектурных городов России. И я думаю, что вообще-то это та история, которую надо раскручивать. То есть не только в контексте Владимира Ильича Ленина, не только в контексте важной засечной крепости времена Алексея Михайловича, а вот в контексте, что этот город, по сути, несет в себе две эпохи в очень хорошей, приличной сохранности, немножко запущенной. Ну, опять же, это естественный результат 90-х годов. И такое, к сожалению, отношение к памятникам можно увидеть не только в Ульяновске, но вообще, в принципе, по России. И если там дома эпохи модерн, уже никому не надо доказывать их ценности, то это вопрос исключительно ресурсов, найденных, ненайденных. То есть модернизмом все гораздо хуже, к нему относятся гораздо более, скажем так, утилитарно. И я бы, на самом деле, настаивал на том, что его тоже надо спасать уже в Ульяновске. Так что город крайне интересный. Каким образом спасать надо? Что надо сделать? Надо продумывать функцию новую. Если функция старая не годится, надо продумывать новую функцию. Их надо чистить от рекламы. Город засорен визуально. Это его важный, самый главный, на самом деле, недостаток. Обилие визуального мусора. Это мешает воспринимать город. Город превращается в такой колган. Знаете, как роман-сарай восточный. Это, наверное, точно совершенно наследие 90-х годов. И от него надо избавляться от 100%. Мне кажется, что городские власти должны продумать городской кодекс. Это то, что называется дизайн-код города. Есть примеры успешные такого внедрения в России. Это Рыбинск, например, в исторической части. Но мне здесь кажется, что Рыбинский подход не совсем подходит. Извините за тавтологию невольную. Потому что Рыбинск более-менее сохранный город. И там, понятно, все работает на второй план 19-го века. Здесь город более сложный. Потому что здесь внедрение модернизма в 70-е годы случилось. И здесь дизайн-код должен быть более сложным. Я бы, на самом деле, объявил бы конкурсы российские. Благо, для этого не нужны гигантские средства и возможности. Я думаю, что это вполне по силам. Ульяновск надо, конечно, раскручивать. Прежде всего, как заповедник модернизма. И как заповедник потрясающего модерна, про которого никто не знает. Правда, я, будучи сотрудником музея архитектуры, имена, которыми сегодня назвали, слышала первый раз в жизни. Это выдающиеся люди. Левчак, прежде всего. Это выдающийся человек был. Я сходила у него... Сейчас я была, посетила его дом, который построен из бетона. Невероятный человек. Надо в замок памяти его поместить. Я тогда запомню имя. Это невероятно совершенно. То есть я под большим впечатлением. В принципе, меня очень сложно удивить архитектурой, правда. Особенно эпоху модерна. Я ее не очень люблю. Это не мои личные пристрастия. Но, вообще-то, Симбирск был потрясающе красивым городом. Понятно, что в силу его судьбы и у его уроженцев, которые повлияли на послереволюционную судьбу города, жалко, конечно, соборы, жалко церкви, жалко много чего. Из-за того, что здесь безвозвратно утрачено, то, что сохранилось, надо, безусловно, хранить и пропагандировать. Левчак, безусловно, достоин всесоюзной известности. Все знают саратовского уроженца Федора Осиповича Шехтеля. И он считается одним из основных архитекторов эпохи русского модерна. Вот Федор Осипович Левчак совершенно точно достоин слова Шехтеля. Потому что это человек, конечно, выдающийся, прежде всего, инженер, но и потрясающий, конечно, архитектор. У него очень интересное чувство гармонии. Так что мне кажется, что если говорить о модерне, то Левчак – это первое имя. А если говорить о модернизме в целом, то таких проектов осталось не очень много. Они так или иначе все были связаны с Лениным. К сожалению, модернизм очень плохо сохраняется сейчас, потому что он очень плохо эксплуатируется. Его загаживают в буквальном смысле этого слова. Значит, здание, которое стоит у вас на улице Гончарова, высокий такой дом рядом с универмагом, дом быта. Он выглядит сейчас ужасно, выглядит отвратительно просто. А там всего-навсего надо почистить фасады, привести в порядок рамы и придумать решение фасадное. И он прекрасно будет стоять. И будет такой интересный доминант. Это та же, как и гостиница «Венец», которую тоже надо просто привести в порядок. Но это вопрос целесообразности. Когда эта гостиница строилась, количество посетителей в день достигало 200 тысяч человек в городе. И, конечно, тогда такие городовые гостиничные комплексы были необходимы. В какой степени необходимы сейчас этот вопрос? Но для того, чтобы вернуть былую славу к культурному центру, туристического центра, а самое главное, чтобы люди, которые здесь живут, потому что любой музей и любое наследие, оно должно сохраниться не для того, чтобы привлекать туристов. Потому что если вы просто сохраните что-то, чтобы привлечь туристов, вы строите аттракцион. Это Диснейленд. Это должно интересовать тех, кто живет здесь. Вот если люди, которые живут в Ульяновске, поймут ценности, или в какой-то момент осознают необходимость охраны, необходимость формирования комфортной городской среды, потому что среда, еще раз говорю, город прекрасный, но он визуально перегружен. Понимаете, ты на Волгу выходишь, тебе просто глаз отдыхает, просто потому что там пустое пространство. Там вот нет вот этого пёс-пестроты, вот этой рекламы, этих безумных вентфасадов, вот этого безумия какого-то просто визуального, от которого просто схожешь с ума. А в городе прекрасные памятники. Это один из лучших памятников, один из лучших городов в городской скульптуре в России. Это же я вам совершенно ответственно могу заявить. Поэтому здесь есть много скрытого потенциала, который, безусловно, надо реализовывать, как мне кажется. И я не вижу проблем с этим. Это не про деньги вообще. То есть обычно сейчас вот люди, чиновник, скажут, ну, у нас нет денег, начнется вот этот бензин войск. Это не про деньги вообще. Это просто про наведение порядка в городе с точки зрения введения жестких правил. Как размещать вывески, как парковать машины, как размещать, как ставить урны, какой формы фонарей. И это просто-напросто законы, за которыми надо следить. И, конечно, убрать это бесконечное безумие. Что-то невыносимо просто. Спасибо.